здравствуйте дорогие друзья с нами с вами снова я алексей першко и это значит что вы смотрите в очередной раз мой youtube канал синекура который всемирно и любезно поддерживается крупнейшим украинским порталом о кино кино театр юэй но сегодня я выступлю впервые в непривычной для себя роли не киномеханика не интервьюера а скажем так куратора или галериста то есть человека который занимается некими художественными проектами то есть не знаю живописью инсталляциями перформансами скульптурой в общем чем-то таким и повод для этого самый что ни на есть замечательный вот в те моменты когда я пишу этот блог сегодня 30 мая уже несколько часов в добженко центре работает совершенно уникальная выставка выставка ганса рудольфа гигера приуроченная к 40 выходу на экраны фильма чужой ридли скотта да уже 40 лет можете себе представить прошло с тех пор как семьдесят девятом году этот фильм можно сказать революционизировал и жанр и вообще спецэффекты и во многом это произошло благодаря гению ганса руди гигера который собственно и создал вот это вот чужого который так прославил не только его но и ридли скотта и собственно этот фильм скажу лишь то что собственно на этой выставке представлено 32 графических работы 7 скульптур и собственно этим я пожалуй ограничусь потому что сейчас вы все сами увидите если у вас конечно возникнет такое желание то есть эта съемка произведена на пресс-туре и проводила ее мирослава hartmann одна из кураторов этой выставки и куратор галереи триптих киевской галереи триптих ну и собственно она достаточно подробно все вам расскажет как рассказала вчера мне и другим присутствующим на этом мероприятии коллегам единственная одна оговорка что звук писался на встроенные микрофоны камеры и вообще это мой первый опыт подобных съемок поэтому будьте снисходительнее не судите строго и когда пойдет собственно непосредственно сюжет с пресс-тура выставки гигера аллеи нация сделайте погромче звук на ваших гаджетах или же телевизорах и смотрите надеюсь что этот сюжет лишь подогреет интерес к этой по-настоящему уникальной выставки так разумею что гигер не любит чекать ваша выставкова программа мало стартувати в вересне она стартует уже сьогодні в травмі поэтому витаю вас цей гидный литро театр важливою кинематографичною институцией дякую витаю всіх я Мирослава Гартман тут присутні мої співкуратори Марко Витцик и Карел Плаузер они смогут дать уточнение меню и вам если будет потреба но хочу коротко зупинить вашу увагу на ключевых экспонатах ознайомить вас архитектурой выставки архитектор Тана Космена также просил и это я буду говорить наукраинскую думаю не больше 15 хвилин буду також рада надати уточнение я не могу ответить на вопрос если можно уже после короткого произведения начнем мы с начала с автопортрета Аганса Руберна Гигера или Ганс Руди Гигера как я сам себе называл это работа 1976 года на самом деле это укладка каталога то его первой великой профессиональной персональной выставки в малиреи святого святки яка находилась в мотелі Франкфурта в интерпентиненталь, тобто в мисті Франкфурт ввін зобразив сюда немоглят власне завжди коли ми бачимо немоглят на холодных гигерах він зображив їх з власним обличчям це такий в чомусь іроничний жест, в чомусь практичний гигер Он родился из места в нейтральной Швейцарии, но родился он в 40-м, поэтому не мог не почувствовать Другую святую войну, которая портала на полу бордоней нейтральной Швейцарии. Когда он был плодчиком, то ему попадали в руки оружие, вибухи, гранаты, медицинское обладнание. Рис он из семьи аптекарей в дом, где на первом богорсе находилась аптека, на втором богорсе жива родина, но также был страшный темный подвал. Игорь Крам, почему он тут без звук? Потому что у него был друг дитинство, в котором гранаты отрывали обидвие руки, он ходил с протезами, и это такой ностальгичный автопортрет. В принципе, иногда Киггера критикуются его эротичные, сексуальные сюжеты, говорят, что, возможно, он был в чем-то без антропа, но мой коллега Марко с этим абсолютно не согласен. Он говорит, что, посмотрите на то, как Киггер изображает мужчин, они все подвольные, с какими-то падами, дефектами, страшными, а женщины, они в этом мире, в моторожном, темном, биомеханическом, они имеют всю плату, потому что плата в красоте, в красоте, в гармонии. От, прийдемо до, власне, картфоліо, до фільма «Чужий». Это работа 79-го року. Это графичные творы, это сериализована графика, вона створювалась до фільму «Чужий». И вона продавалась, но также продавалась безкоштовно, ну, как промо-матеріал до фільму. Еще тогда никто не мог уявить, что фильм «Чужий» дадут Оскар, но не за лучшую режиссуру, или лучшую женскую роль, но за лучшие визуальные эффекты. Ну, и вам известно, что в кино-тусовке, это, как вы говорите, есть своя иерархия Оскарев, и тогда у 70-х годов, ну, за визуальные эффекты, ну, молодцы, хлопцы. Но Киев, когда он стал скороносным дизайнером кино, он показал, что визуальные эффекты могут быть не только способом, но и самоцельным. Потому что фильм «Чужий» нам запамятался самым своим титульным персонажем, ксеноморфом, або «Чужим», то есть инопланетянином. В конце мы увидим скульптуру «Alien 3», «Чужий 3», где мы познайомимся уже с бюджетовершенным «Чужим», как его создали до третьего фильма. Вот. Тут мы бачим дизайн, сет-дизайн, тобто, це декорації, нам, звичайно, відомі ці кадри с фильмом. Це вхід до сруйнованого судна. Это, власне, сруйнованное, какое-то подобное судно, которое имеет биомеханическую скульптуру. Тобто, мы бачим наруси, наруси, якие анатомичные, возможно, даже поличные. Что-то не совсем механическое. Ну, и, собственно, журтый. Плоток в киске. Для киски, который вы видите в фильме, возможно, вы помните, когда капитан экипажа спускается в эту кабину, он говорит, что посмотрите на него, он как будто вибухнул из середины. То есть, в киски этого плота они вышли на зомню. И это характеризует большинство работников. Он объединяет анатомию, как людей, так и возземных творений, и ландшафт. И это очень сложно увидеть, где заканчивается истота, а где начинается пейзаж или ландшафт. Тут мы имеем еще один вид. Это работа с портфолио Дюна. Над ним, над ним, над цими работами гігер працював в 75-му и 76-му роках. Это работа с Александром Ходоровским, с культовым, психотеличным, безбашенным, легендарным Ходоровским. Свята гора, Эль Топо. Любому, побажаем. Дюну сняти ему не позволено. Ни бюджеты, ни планы, ни кинослужа. Вот фильм по роману Дюна сняв Дэвид Линч. Ну и депорации были уже совсем меньше. В стиле 80-х. Это что-то совсем другое. И Дюна, то есть портфолио Дюна, работы до фильма Дюна, они показывают, насколько гігер, даже как сет-дизайнер, даже как дизайнер кино, выходит поза межи суто функционалу. Он не имеет ни обслуживающую роль, а его работы живут своим життям. И даже работы эскезы до фильма, в котором так было и не поднято. Потом давайте перейдем с вами. Все. Перед нами серия «Ира Маджавель». «Маджавель» « Arena» «Ира Маджавель» «Ира Маджавель» «Цort attria отчетиски» Продолжение следует... 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 Я молю это не потому, что оно мне добиться, а потому, что оно мне реагирует. Своим творчим процессом он, может быть, стаёт речь даже со своим страхом. И, в принципе, переносить его на папир, или в скульптурную форму, или даже в кино, потому что я так уже инорифицирую, у него происходит контакт со своим страхом. Мы же еще не говорим о страхе, но я бы не чувствовал, что я бы не чувствовал. Потому что, естественно, гигерам, характерно, театр, ассоциологическая алхимия. Мы говорим о том, что страшное и любое, на что циталы и прогрессы. Вот вкратце и всё. Соответственно, надеюсь, что вы действительно зажглись идеей сходить в Довженко-центр. В Киевский Довженко-центр. Это метро Голосеевская, улица Васильковская-1. Выставка, благо, будет работать еще достаточно долго, до 30 июня. Так что добро пожаловать на эту выставку. И вот, единственное, еще перед завершением, еще один маленький нюанс. Там в моем сюжете было пару врезок без звука. Объясню, что это. Это, собственно, чтобы вы не пропустили этого. То есть, там выставка располагается... То есть, сама выставка Гигера располагается внутри выстроенного специального пространства на первом этаже Довженко-центра. А на одной из его стен висит с десяток или дюжина плакатов, созданных по мотивам творчества Гигера. И это плакаты с дополненной реальностью. Соответственно, там висит, конечно, инструкция. И там будет написано, какое приложение вам надо скачать на ваши мобильные телефоны. Причем любых систем, что Android, что iOS. И через них, собственно, рассмотреть эти плакаты. Вот, два из результатов подобного рассматривания вы, собственно, там и видели. Ну что ж, на этом и все. Спасибо, что смотрели. И, опять-таки, до самых скорых встреч.